Большое объединение во Дворце культуры России состоялись публичные слушания на тему преобразования Серпуховой района в единый городской округ. Выразить свое мнение пришли сотни человек. На встречу присутствовал и глава Дмитрий Жариков. О том, какой выбор сделали жители, смотрите в нашем материале. Сотни человек, почти ни одного свободного места, многие стоят в проходах. Жители Серпухова пришли поучаствовать в публичных слушаниях. Тема самая животрепещущая. Объединение Серпуховой района в городской округ. О том, как процесс влияния отразится на жителях муниципалитета, в своем докладе рассказывает Юлия Купецкая. По ее словам, преимущества будут существенные. Это объединение ресурсной базы, уменьшение расходов на создание инфраструктуры, увеличение спектра муниципальных услуг, укрепление вертикальной власти, упрощение структуры управления, эффективное решение вопросов местного значения. Кроме того, объединение позволит сэкономить ресурсы на проведении выборов. И это только часть из них. По сути, схема будет простая. Один глава, один совет депутатов, одна администрация, одна, понятная, жителям система власти. Только на аппарате чиновников экономия колоссальная. Деньги направят в первую очередь на реализацию социальных программ и улучшение качества жизни. Благодаря общему бюджету это будет сделать гораздо проще. Консолидированный бюджет городского округа позволяет решать самые насущные проблемы. Направлять деньги именно туда, где это действительно необходимо в первую очередь. Таким образом, простите за слова, не происходит размазывания финансовых ресурсов. И городской округ с единым бюджетом может проводить программу по строительству домов, водопроводов, дорог и других объектов на территории всего городского округа в целом, исходящего из него поселения. Многие жители уже поддержали объединение. Это подтверждает глава муниципалитета Дмитрий Жариков. В его руках без преувеличения огромная стопка бумаг. На каждой странице десятки подписей «За». Всего более 10 тысяч. Людей опрашивали на улицах. Большинство уже видит плюсы единого городского округа. Тем не менее, из зала поступает вопрос. Один из них – не приведет ли объединение к сокращению финансирования ремонта образовательных учреждений. Основная цель преобразования в крупные территории и необходимость проведения этих мероприятий обусловлена в том числе тем, что на сегодняшний день не во всех случаях сельские поселения имеют возможность участвовать в софинансировании. Ремонт учреждений, в том числе учреждений образования, сегодня происходит на условиях софинансирования. В городском округе и сербах эта работа велась, ведется и будет вестись. И, конечно же, мы будем заявляться и участвовать в программах по ремонту учреждений образования в положенном территории района. Поддерживают объединение и представители областной власти. Многие муниципалитеты уже прошли этот процесс. Опыт только положительный. Мы достаточно подробно на месте рассматриваем эти вопросы, выезжая в муниципалитеты, встречаясь с жителями, с депутатами. И могу сказать, что на сегодняшний день я вижу только положительные результаты от этих процессов. С точки зрения партийного строительства объединение города и района давно уже произошло. У нас единый полицовет, у нас единое партийное отделение, которое объединяет их город и район. Политический совет у нас ставит задачи для всех партийцев, независимо от того, где они находятся, в городе или в селе. В финале слушаний у людей не остается сомнений. Жители напрямую спрашивают, хотят ли они объединения. В ответ все, кто в зале, поднимают руки. Ну, по-моему, дальше нет смысла что-то обсуждать. Поддержали инициативу и депутаты городского совета. Сразу после публичных слушаний, в ходе внеочередного заседания, народные избранники единогласно голосуют за образование единого городского округа. Так как в районе жители и депутаты уже отдали свои голоса «за», теперь инициатива будет направлена в областную думу. И по итогам голосования уже губернатор Московской области должен будет подписать закон, который определит дальнейшую судьбу Серпухова и района.